Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Осторожно, двери закрываются. Подвалы и чердаки многоэтажек берутся под замок в целях антитеррористической безопасности. Будни президента. Какие идеи воплощают жизнь лидеры школьного самоуправления сразу после выборов? Отжаться, подтянуться и получить значок. Анапские студенты доказали, что они готовы к труду и обороне. Какой будет зима в этом году на Кубани? Готовы ли аварийно-спасательные службы и коммунальные предприятия к возможным стихиям? Об этом сегодня говорили на краевом заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. КЧС провел первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. В работе принял участие глава НАПы Юрий Поляков. Первый вице-губернатор заслушал доклады подчиненных о готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И подчеркнул, теорию придется подтвердить на практике, на ноябрьских командно-штабных учениях. Провести проверку на муниципальном уровне, причем без предупреждения, поручил глава НАПы по завершению селектора. А затем прошелся по ключевым вопросам. Вот у меня вопрос к нашим ресурсникам на линейных объектах водоснабжения, канализации. Особенно теплосети меня интересуют, господин Фисенко. Если нету света, что вы будете делать? У нас везде есть генераторы. То есть они у вас есть, мы спокойно... Юрию Федоровичу доложили, на всех котельных и насосных станциях предусмотрены резервные источники электроснабжения. На объектах водоснабжения, канализации и теплосетей проведены профилактические работы по подготовке к зиме. По федеральным прогнозам и по прогнозам, которые Краевой гидрометцентр дает, они нам прогнозируют чуть теплее обычной зимы. Но мы всегда знаем, что на Кубани зима проходит в так называемом режиме температурных качелей. Когда даже в течение суток температура может колебаться на 20 градусов и больше. Самые ответственные участки, это прежде всего при ветровых нагрузках, это все, что касается энергетики. Это раз при сильных колебаниях температур, когда активное снеготаяние и при наложении ливней зимой бывает. Это естественно территория Суко и Варваровки. Состав сил и средств Анапского муниципального звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций включает 397 человек. 164 единиц техники на базе 32 организаций. Работать в условиях зимней непогоды им не впервой. По прогнозам, погода начнет испытывать на прочность уже со следующей недели. Работников автомобильного и городского пассажирского транспорта сегодня чествовали в администрации в преддверии Дня автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября. Всего в Анапе трудятся более полторы тысячи работников транспортной отрасли. Функционирует 9 транспортных предприятий. Анапский автопарк постоянно обновляется и совершенствуется. Отрасли уделяется огромное внимание со стороны администрации, однако и спрос перевозчиков всегда высок, так как транспортные услуги – один из основных видов обслуживания в туризме. Работников фототранспортных предприятий города-курорта поздравили заместитель главы Анжелика Бузунова и заместитель председателя совета Александр Смирнов. Без вашей преданности профессии и чувства ответственности за дело невозможно повседневная жизнь города и наших жителей. Хочется в этот день поблагодарить вас за достойный труд, целеустремленность и преданность делу. Автотранспортники – это еще кроме того, что оказываете услуги по перевозке, это еще и экономика нашего региона, ваших хозяйств и решение всех социальных вопросов. Я хочу выразить вам слова благодарности, поздравить вас с этим замечательным праздником. Желаю вам безаварийной работы, хорошего настроения, ну и, как принято говорить, счастливого вам пути. Почетными грамотами главы Анапы в честь профессионального праздника наградили лучших работников автотранспортных предприятий. Благодарность главы Анапы объявили 32 сотрудникам транспортных организаций. Еще 63 автомобилиста получили благодарственные письма от заместителя главы и отдела по транспорту и связи администрации Анапы. О безопасности детей и подростков шла речь на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Заместитель главы города Людмила Мурашова призвала всех не приходить мимо ребенка или подростка, который находится один на улице в позднее время. Также она напомнила, что к осенним каникулам должны появиться персональные планы по работе с каждым из стоящих на внутришкольном учете. По итогам 9 месяцев несовершеннолетними и с их участиями совершено 24 преступления. На 2 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это кражи. Тяжких нет. 5 преступлений – дело рук жителей соседних муниципалитетов. В полиции говорят, что большинство совершают проступки из-за нехватки денег или других проблем в семье. Кроме того, безответственность подростков накладывается на безнадзорность. Я считаю, что служила – это также отсутствие должного контроля со стороны законопроцентра. Зачастую дети, родители не знают о их общении детей, с кем они общаются, чем они занимаются в современной учебе. Держать ситуацию под контролем помогает закон 1539. С января по сентябрь в ходе 455 рейдов в городе и сельских округах выявили 528 подростков, которые находились на улице без сопровождения позднее 22 часов. Это на 155 больше, чем на эту же дату в минувшем году. Людмила Мурашова призвала каждого из находящихся в зале не проходить мимо детей, которые находятся на улице в позднее время, целиком полагаясь на полицейских и казаков. Мы не должны проходить мимо. Мы должны взять его, подойти к нему и спросить. И что-то не за руку довести до дома, если он задерживается. А вы сегодня имеете право все абсолютно сидящие в зале еще и отработать с этой сентябрь. Как минимум познакомиться и потом ее вынести на совет общественности, пусть это не важно, и сказать, давайте посмотрим там все. Разобраться с этим. Около 50 детей и подростков стоят на внутришкольном учете. Людмила Мурашова поручила разработать персональные планы по работе с каждым из них во время осенних каникул. В территориальном общественном самоуправлении считают, что в подобных случаях помогает участие в спортивных и других массовых мероприятиях. Заместитель главы подчеркнула, что успех во взаимодействии всех ведомств и служб. Глава города Юрий Поляков поручил усилить меры безопасности и антитеррористической защищенности населения. И это касается не только общественных мест, но и каждого двора. Территориальное общественное самоуправление совместно с управляющими компаниями следят за тем, чтобы двери на чердаки и в подвалы оставались закрытыми. Это один из важных элементов общественной безопасности. Наша съемочная группа попробовала проникнуть в подвалы и чердаки некоторых многоэтажек. Что из этого вышло в следующем сюжете. Замок есть, но своей функции он не выполняет. Что именно произошло, можно лишь догадываться. Согласно требований безопасности, дверь в подвал многоквартирного дома должна оставаться запертой. Несвежий злом, когда все заржавеет. Андрей Хитров возглавляет местное территориальное общественное самоуправление. В его видении пять многоэтажек, в которых 21 подъезд. В двух из них подвалы оказались доступны посторонним. Кто срывает, за руку никто не пойман. Поэтому заинтересованности в жителях, чтобы срывать замки, нет. Потому что, если нужно зайти в подвал, они обращаются к диспетчеру аварийной службы коммунальщика или к инженеру. И им тогда допуск разрешен. Значит, срывают замки те, которые не имеют туда доступа. Два подвала давно открыты, что позволяет лицам без определенного места жительства постоянно там собираться, ночевать. Похожая ситуация возникла и с чердаками. Этот оказался открытым. Замка не было. Второй просто прикрыт. То, что в качестве запора использовали сверло, указывало на рабочих. Как пояснили в управляющей компании, день выбран непоказательный, потому что в домах дают отопление. Несколько дней необходим постоянный доступ к коммуникации. Ходим, занимаемся спуском воздуха со стояков, перезапуском стояков. Это наша работа постоянная, которой мы занимаемся. Поэтому сегодня можно увидеть и открытый подвал, потому что с ареалазию. К вечеру мы закрываем. Есть, конечно, проблема, где сорваны петли. Поэтому там, где это выявляем, в течение дня завариваем. Вот, например, если 169 взять, да, есть сорванные петли. До пяти часов они будут заварены и восстановлены. Уже в три часа дня оба подвала были закрыты. Вопрос с чердаками также решен. Задача всех, без исключения городских служб, держать ситуацию с безопасностью под контролем. И не только накануне Дня народного единства. В Анапе продолжается благоустройство города. Большая работа сейчас ведется на улице Гоголя. Во пешеходной части улицы уже уложено более 600 квадратных метров тротуарной плитки. На участке от улицы Ленина до Черноморской. Сотрудники Ремстроя приступили к демонтажу старого покрытия на отрезке дороги от улицы Черноморской до Ивана Голубца. Площадь работы составляет более 400 квадратных метров. Тротуар расширит еще на 10 сантиметров. Это позволит установить лавочки и урны. Улица Гоголя – одна из любимых анапчанами прогулочных зон, поэтому многие с нетерпением ждут окончания благоустроительных работ. Очень хорошо будет, хотя плитка и была, но сейчас обновят, будет нормально, будет красивее. Деревья нужно подпилить, чтобы было и скамеечки поставить не против, чтобы мы вышли, отдохнули с внучками, погуляли. Уютная она, тихая, спокойная. Бульварчик такой замечательный. Сейчас отремонтировать вообще будет очень хорошо. Эту люблю улицу, крепостную. Именно из-за бульварчика. 30 молодежных активистов представляют город-курорт в Крымске на общекраевой акции «Автопоезд за народное единство». В программе «Марафон добрых дел», сдача норм ГТО, круглые столы, игра-квесты и тематические интерактивы. Я гражданин, чистый город, горжусь своей страной, лучшие 93 профессии. Помимо Крымска, акции пройдут в Ленинградском, Кавказском, Тихорецком и Абширонском районах. Это создание на базе определенных городов такого хорошего интерактивного молодежного пространства, говорящего о том, что действительно мы все разные, мы все разных национальностей, но мы россияне, мы едины, мы живем в мире и согласен. Мы едем не только представляя свое муниципальное образование, но и стараясь взять какой-то опыт других муниципальных образований, какие-то новации закрепите здесь у нас. Будет хороший повод 4 ноября собраться на театральной площади. Мы приглашаем всю активную часть нашей молодежи, и сельские округа, и город. Будем рады видеть на фестивале «Дружба народов». Также будут интерактивные площадки, будет молодежный квест, будет запись поздравлений, обращений. Приходите, будет интересно. Новый состав ученического совета впервые соберется через неделю. В него войдут недавно избранные руководители школьного самоуправления. Победители их команды готовы сделать жизнь в школе вне уроков интереснее, а также активно участвовать в жизни муниципалитета. На специальной доске во второй школе новый состав школьного самоуправления, избранный президент и кураторы направлений. Выборы прошли две недели назад по всему муниципалитету. Голосовали школьники с пятого по одиннадцатый класс. Кандидатом можно было стать, начиная с восьмого класса. Это была самая настоящая кампания с агитацией, встречей с избирателями и предвыборными программами. Здесь, во второй школе, президентом стала Елизавета Златолинская. Ее выдвинул десятый класс, в котором учится девушка. Поддержали сверстники. Елизавета подчеркивает, что на выборы шли именно команды. Уже состоялось первое заседание. Есть идеи по организации спортивной кружковой секции. Планируется провести творческий конкурс для девушек. Кроме того, ввести особое дежурство школьников, чтобы с одной стороны следили за порядком, с другой направляли энергию сверстников в конструктивное русло. Каждый класс будет активно принимать участие в этом всем. И будут проходить рейды по школе. Каждую перемену ученики будут следить за поведением учащихся, за то, чтобы никто не мусорил. Они будут предлагать им разные игры, спортивные занятия на переменах. Данила Максимов учится в девятом классе гимназии «Эврика». Играет в оркестре на бас-гитаре, помогает в организации мероприятий. Его выдвинули. Он победил с большим отрывом. Среди пунктов его программы простые предложения. Поменять мелодию звонка, подкорректировать расписание, чтобы уроки физкультуры были последними. Изрядно вспотев, возвращаться в классы для многих некомфортно. Помимо этого, организовывать больше молодежных мероприятий, а при необходимости помогать их проводить на городском уровне. У нас есть очень хорошие ведущие, у нас есть очень хорошая аппаратура, которая это может обеспечить. Есть хорошие звукорежиссеры. Также очень много, ну, довольно-таки большое количество гимназистов, которые этим хотят заниматься. Я думаю, что им всегда найдется дело. Президенты школ войдут в состав городского ученического совета. После Дня народного единства должно состояться его первое заседание. Участникам предстоит избрать председателя, а также руководителей направлений. В эту субботу жители субсеха смогут бесплатно проверить свое здоровье. С 9 до 13 часов в сельской амбулатории пройдет День здоровья. Все желающие смогут побывать на приеме у кардиолога и офтальмолога, получить консультацию невролога, пройти лабораторно-диагностические обследования, измерить артериальное давление, вес тела и рост. В эти дни там работает мобильный комплекс с рентгенаппаратом, так что можно, не выезжая из села, сделать и флюорографию. Анапские студенты сдают нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». На стадионе «Спартак» собрались команды высших и средних профессиональных учебных заведений. Цель одна – стать ближе на один шаг к заветному золотому значку ГТО. Команда сильна дружбой и стремлением к победе. Сегодня на стадионе «Спартак» собрались студенты из шести СУЗов и ВУЗов города. Если в прошлом году количество участников Е2 доходило до 30, то в этом их уже в два раза больше. Комплекс ГТО становится по-настоящему популярным среди всех возрастных слоев населения. Это, конечно же, развитие массового спорта в городе-курорте Анапа. Это привлечение нашей молодежи, также населения. Особенно хочется подчеркнуть молодежи, конечно, к регулярным занятиям физической культуры и спорта. Очень здорово, что, конечно, указом президента был создан и возрожден этот комплекс. Когда-то мы тоже занимались всем или имели знаки. И когда мы ребятам вручаем торжественно знаки золотого, серебряного или бронзового достоинства, мы всем всегда говорим «Носите с гордостью». Сегодня студентам необходимо выполнить несколько нормативов. Прыжки с места в длину, подтягивания на верхней перекладине, наклоны вперед и отжимания в упоре лежа. Для Артема Сидорова сегодняшнее соревнование – это личное испытание. Принять участие думал давно, но решился только сейчас. Подтягивание на перекладине прошел с золотым результатом. Всегда хотел просто золотой значок себе по ГТО. Ну, думаю, возможность выпал, решил попробовать. Разными видами спорта увлекался. В школе, допустим, занимался легкой атлетикой. А там уже начал боксом заниматься, воркаутом, бегом. Но если для некоторых спортсменов стремление к победе – это способ доказать самому себе, что победа возможна, то для Екатерины Красиловой золотой значок ГТО в первую очередь – это дополнительное подспорье для поступления в высшее учебное заведение. Так как вводят уже какой-то приказ, что именно ГТО будут давать баллы для поступления, для дальнейшего поступления в университеты, в разные вузы. И просто для себя, для физической подготовки пошла в ГТО. Я занималась с детства спортом. И как бы, ну, это мое хобби, мое увлечение. Я люблю спорт. Сегодня все студенты справились с заданием. Но это только маленькая часть того, что им еще предстоит пройти. Уже в следующем месяце пройдут соревнования по мини-футболу. В течение всего учебного года ребята также будут соревноваться в шахматах, настольном теннисе, волейболе, стритболе и легкой атлетике. В конце учебного года все заработанные баллы будут суммироваться. Тогда же и объявят имена победителей, которые станут обладателями бронзовых, серебряных и золотых значков комплекса «Готов к труду и обороне». В Анапе проходит межгосударственный слет юных инспекторов дорожного движения. Во Всероссийском детском центре смена собрались 138 мальчишек и девчонок из 25 регионов страны, а также Республики Беларусь, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана. Мероприятие проводится уже 12-й раз. Организаторы отмечают, что с каждым годом юидовцев становится больше. На торжественном открытии слета ребята из соседних регионов представили национальный колорит республики и показали свои творческие способности. В течение двух недель ребята будут демонстрировать свои навыки в области обеспечения безопасности дорожного движения и копить целый багаж новых знаний и умений. Юные инспекторы принимают участие в интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятиях, в мастер-классах по театральному мастерству и танцам. Кроме образовательной программы, ребят ждет множество интересных встреч и сюрпризов. Самое главное, считают организаторы, дети обретут здесь новых друзей, ведь одна из задач слета – укрепление межнациональных отношений. Это общение не только на территории с федерацией. Мы точно так же выезжаем, наши детишки выезжают на территории других государств. Были в Казахстане, были в Белоруссии. У нас участвуют и европейские конкурсы, победители конкурсов. У нас татарии, Тюмени, они были, допустим, в Швейцарии и других государствах. То есть это вообще мировой тренд общения между людьми по какому-то направлению деятельности. А безопасность, она и есть безопасность, ее нужно обеспечивать. А для того, чтобы обеспечить, нужно иметь знания. И вот они делятся своими знаниями. Все должны быть вместе. И этого мы здесь добиваемся. Они здорово себя чувствуют, гордятся этим. И много об этом рассказывают у себя в регионах. При встречах это тоже очень здорово. Итоги 12-го межгосударственного слета юных инспекторов дорожного движения подведут 2 ноября. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 28 и 29 октября в Анапе ожидается пасмурная погода, возможно дожди. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, ночью прохладнее – 9 выше нуля. Ветер переменный от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога, УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин